Открыть 10-ю школу к 1 сентября 2019 года обещал глава региона во время рабочего визита в Саров. По нормативам на реконструкцию отводится 9 месяцев, и чтобы успеть в срок, ремонтные работы нужно начать не позднее 1 декабря. До этого необходимо подготовить конкурсную документацию и провести сам конкурс. Это тоже требует определенного времени. В связи с крайне ограниченными сроками проведения закупочных процедур, связанных с выполнением работ по капитальному ремонту, решение о выделении средств за счет бюджета, конечно, не требует сегодня отлагательств. Внесены в корректировку бюджета и средства на составление проектно-сметной документации на благоустройство парка Зернова. Также в финансовый документ заложены деньги на реконструкцию улицы Симашко, поддержку театра и в целом области культуры. В очередной раз рассмотрели депутаты и возможность увеличения финансирования для футбольного клуба Саров. В этой корректировке средства не предусмотрены, но до конца года деньги выделят. Вновь пообещали депутаты. В конечном итоге поправка была к этому проекту корректировки бюджета, была одобрена плановым бюджетным комитетом и согласована со стороны согласительной комиссии городской думы и со стороны согласительной комиссии администрации. То есть поддержать эту поправку и включить это финансирование в ближайшую корректировку бюджета, который по практике у нас происходит в декабре месяце. Обсудили депутаты и наболевший вопрос строительства ФОКа. Сейчас рассматривается вариант софинансирования объекта. 25% из городской казны, 75% из регионального бюджета. Если область поддержит это решение, в Саровском бюджете в ближайшие два года на возведение спорткомплекса необходимо будет предусмотреть порядка 200 миллионов рублей. Лидия Шилаева, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24.